Палка-палка и шуруп. Вот и готова скамейка. Это последний этап сборка. Чтобы получилась такая лавочка, за дело взялись цеха металла и деревообработки исправительной колонии. Здесь на производстве часто выполняют госзаказы для учреждений, но эта работа получилась особенной, добровольной. Лавочки мы здесь мастерим с разных пород. Делаем, шлифуем, красим, лаком подрываем. Чтобы люди, приходя в то или иное место, например, в ботанический сад, пришли, походили, посмотрели. Захотелось им пересесть, не раз пересели, отдохнули. Но эта скамья не для ботанического сада. Она отправится в уссурийский Дендрарий. 41-я исправительная колония выступила волонтером. Идея помочь в оснащении природного уголка родилась у руководителей учреждения. Осужденные покреативили над проектом, а сотрудники колонии внесли завершающие штрихи. Так, в Дендрарию уже установлены малые архитектурные формы, которые родились за колючим забором. Сегодня к ним добавится и эта скамья. Основная часть сотрудников является коренными жителями города Уссурийска. И по инициативе сотрудников и членов их семей мы принимаем активное участие в облагораживании территории города учреждения, так как сотрудникам и членам их семьи территория города Уссурийска не безразлична. Новую обитательницу Дендрария установят у статую идола. Деревянный столб указывает на части света. Несколько недель назад он прибыл сюда из мест не столь отдаленных. И прекрасно вписался в общую концепцию этого уголка природы. Дендрарий – это научное учреждение. Здесь проводятся научные работы. Но сейчас активно идем в эколого-просветительском таком направлении, то есть активно начинаем работать по экскурсиям. Соответственно, Дендрарий становится посещаемым местом. И дабы сделать его более презентабельным, мы начали устанавливать малые архитектурные формы. Вот так общими усилиями уголок уссурийской природы стал чуточку комфортнее. Ежегодно около 5000 человек проходят через это место. Теперь туристы смогут отдохнуть в тени. Опробуют удобство новой скамейки сотрудники исправительной колонии и работники Дендрария. И кто знает, какие идеи родятся в таком диалоге на свежем воздухе. На этот раз обсуждали деревянного динозавра, который непременно должен поселиться в этой местности. Ольга Муравьева, Алексей Шаповалов, Телемикс.